всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами посмотрим на луну посмотрим на дэш посмотрим на bitcoin в принципе пройдемся по крипто рыночку и разумеется посмотрим в основном на луну и поговорим про данный проект потому что в принципе данный проект много кому интересен собственно давайте начнем разумеется с биткоина поговорим про ситуацию на крипто рынке после этого перейдем к тэри и после это перейдем к дэшу поэтому дорогие друзья давайте присаживайтесь поудобнее будем сразу переходить к делу собственно начнем мы с биткоина bitcoin у нас отскакивает и разумеется это повлечет за собой и рост всего крипто рынка в целом почему потому что в принципе биткойн это локомотив крипто рынка дорогие друзья не стоит идти за большинством нужно идти всегда против большинства как видите большинство начала переворачиваться в медведей и мы увидели отскок причем такой хороший отскок мы увидели дорогие друзья я уверен что цикл по bitcoin еще не закончен я уверен что сейчас нужно накапливать альткоины правильные альткоины такие как дэш сегодня вам объясню почему именно дэш сегодня я вам постараюсь объяснить почему именно дэш и почему подобного рода проекты собственно по биткоину все отлично мы отскакиваем это было ожидаемо в любом случае отскок напрашивался потому что мы сильно перепроданы это говорит нам о том что в принципе ниже уже некуда я полагаю что вообще цикл еще не закончен мы пойдем на 100000 выше и сделаем перехай разумеется поэтому все у нас еще впереди все кто разумеется сливал на данной просадки будут в минусе причем жестком потому что действительно здесь нужно было докупать я смотрел что делали киты на данной просадки они чисто аккумулировали разумеется биткоин чисто аккумулировали другую альту такую как дэш поэтому дорогие друзья я полагаю что еще все впереди я полагаю что сейчас нужно докупать я в принципе это и делал я докупал и в принципе я нахожусь сейчас уже в плюсе дорогие друзья потому я считаю что нужно делать все правильно нужно делать все свое время и нужно накапливать тогда когда всем страшно всем очень страшно было здесь никто не докупал bitcoin по 25 и разумеется дорогие друзья нужно было это Почему? Потому что все в страхе сливали Все в ужасе продавали Это нужно было для того, чтобы люди действительно начали сливать Такое настроение делается, чтобы людей запутать Чтобы людей вытрясти из этого рынка Но если вы не ведетесь на это Если вы только докупаете, то разумеется Потом вы пожинаете плоды Даже в краткосроке можно было заработать Нужно было просто грамотно распределить свой капитал Постепенно входить и разумеется уже находиться в плюсе Собственно все еще впереди Мы еще увидим нормальные иксы роста Разумеется и мы еще хорошо заработаем Поэтому это еще только начало Я полагаю, что просто нужно грамотно распределять свой капитал И постепенно докупать ту альту В которую ты веришь и действительно которая сильная Сегодня мы поговорим о той альте Которая действительно сильная И как найти сильный альткоин То есть давайте поговорим про луну теперь дорогие друзья Как видим луну укатали в дно Как видим что сделали разработчики Разработчики просто-напросто создали новый блокчейн Кинули этот проект И в принципе я полагаю, что рано или поздно он кому-то понадобится Кто-то запампит данную монету Поиграется с ее курсами Разумеется заработает за счет этого Поэтому я продолжаю холдить свои монеты Если они у вас есть Я не рекомендую продавать Я пока не рекомендую вам их покупать Просто холдите то что есть И просто держите то что у вас уже есть Мы посмотрим с вами что будет дальше Это конечно не финансовая рекомендация Но я рассказываю то что сделал бы я Собственно я просто буду держать Я посмотрю что будет дальше И в принципе я полагаю Что действительно рано или поздно данный проект вырвется из этого дна Собственно что сделали наши любимые разработчики Наши любимые разработчики создали новую луну В принципе, они сказали, все, ребята, мы не будем ничего делать с этим проектом, то, что он упал, нас не интересует. Нас не интересует то, что UST укатался в днище, несмотря на то, что это стейблкоин. И мы не будем ничего делать, мы не будем вам помогать, мы не будем возвращать вам ваши деньги, потому что вы сами виноваты. Собственно, мы создадим просто-напросто новый проект, и вы пойдете в этот проект и будете в него инвестировать. Таково мнение разработчиков, но я полагаю, что люди не дураки, люди действительно знают, что происходит, люди видят, что происходит, и они не пойдут лезть в это говно. Потому что, действительно, данный проект это просто говнище. Почему? Потому что, действительно, так не делается. То есть, никто не имеет права вот так обуть людей и уйти с этого рынка, сделать подобный проект и просто собирать деньги еще раз. Зачем это делается, я не понимаю. Если вы хотите восстановить проект, просто-напросто нужно было выкупать постепенно данную луну и сжигать. После этого люди действительно поверили бы в данный проект и тоже начали бы его скупать. Рано или поздно вы бы сожгли эмиссию, рано или поздно люди действительно начали выкупать данный проект, и действительно у вас все получилось бы с восстановлением. Потому что они бы увидели, что вы хотите его восстановить, понимаете? Но если вы даже не попробовали, то о каком доверии к вам теперь идет речь? Зачем вы создали это говно? Я не понимаю, зачем вы действительно обманываете людей второй раз? И, дорогие друзья, не нужно покупать те монеты, у которых неограниченная эмиссия. То есть, я повторяюсь еще раз, если вы покупаете монету с неограниченной эмиссией, то, разумеется, принимайте все риски, потому что этих монет могут напечатать миллиарды. Мы видели с вами на этой луне подобное. И, разумеется, нужно покупать только те монеты, у которых ограниченная эмиссия. Такие, как Dash, допустим, потому что Dash это самая моя любимая криптовалюта. Разумеется, я держу максимально большой объем в ней. И, разумеется, я верю в данный проект. Почему? Потому что, во-первых, у него ограниченная эмиссия. То есть, максимально может быть 18 миллионов 900 тысяч монет. В свою очередь, у биткоина может быть всего лишь 21 миллион монет, дорогие друзья. И биткоин это тоже надежный актив. То есть, покупайте те активы, у которых ограниченная эмиссия. Здесь в коде все уже прописано. То есть, сколько монет может быть максимально. И, разумеется, больше монет взять будет неоткуда. То есть, действительно, максимально 18 миллионов 900 тысяч. Здесь максимально 21 миллион монет. Покупайте только те монеты, у которых ограниченная эмиссия. Это первое правило, дорогие друзья. Рано или поздно такие монеты, как Dash, устаканятся с ограниченной эмиссией. И люди поймут, что нужно покупать. И действительно запампят данную цену вверх. Сейчас данный проект просто-напросто на днище находится. Он стоит 61 доллар. Я докупал, докупаю и буду продолжать докупать криптовалюту и дальше. Я буду докупать правильную криптовалюту, дорогие друзья. Я вам максимально не рекомендую лезть в данный проект. Да, его могут запампить. Да, маркетмейкер в любом случае будет играться здесь с ценой. Да, он в любом случае будет толкать цену наверх, чтобы загнать хомяков. Но, тем не менее, мы все знаем, что они сделали. Мы все видели, что они сделали. И они ничего никому не вернули. Они попытались сделать какую-то фигню. Они сделали фигню. И не сделали ничего толкового. Они закатали свою ST в днище. Они закатали свою луну в днище. Они дыру не закрыли. Они могли сразу остановить блокчейн. И, на самом деле, дорогие друзья, как только атака началась, и действительно сохранить людям деньги. Но они это не сделали. Фонды почему-то были предупреждены об этой атаке. Фонды вышли из данной монеты заранее. И, дорогие друзья, это все скрывалось от обычных людей. Это все всплыло только после того, как атака была совершена. Собственно, они были в этом замешаны. Я полагаю, что они обували людей тоже. Я полагаю, что доверие не заслуживает данный проект. Я полагаю, что покупать его не нужно. Мне он не нравится. И, действительно, я буду держать только настоящую луну. Я действительно возлагаю надежду только на настоящую луну. Это уже подделка. Это уже скам. Я в него инвестировать пока не буду. Я буду держать те монеты, которые мне дали. Но, тем не менее, я ничего с ними больше делать не буду. Собственно, дорогие друзья, я верю в настоящую луну. Потому что это настоящий блокчейн. Если они не восстановят данный блокчейн, то, разумеется, на этот можно просто забить. Потому что он тоже ничего, я считаю, не покажет. Почему? Потому что люди прекрасно понимают, к чему это все ведет. Собственно, люди видели, как укатали данную монету в днище. И, разумеется, с их неограниченной эмиссией тут тоже лезть в монету не стоит. Потому что они возьмут, начнут печатать монеты, вливать их в рынок, и все улетит тоже в нулину. Поэтому, дорогие друзья, я не рекомендую инвестировать в те проекты, которые действительно с неограниченной эмиссией. Подбирайте правильные проекты. Подбирайте те проекты, которые находятся на днище, такие как Dash. Давайте посмотрим на график Dash глобальный. То есть, посмотрим, где Dash находится. Dash в прошлом цикле достигал 1600 долларов, дорогие друзья. После этого он скорректировался, он нашел дно, он не укатался в днище. И, действительно, в этом цикле он потенциал еще как таковой не показывал. Он вернулся к тем же отметкам, что были на медвежьем рынке. Я полагаю, что сейчас нужно откупать данный проект. И очень обильно, на самом деле. Во-первых, это сильная экосистема. Почему? Потому что, действительно, ребята развиваются. То есть, проект, как развивался здесь, также развивается и здесь. На него не забили, им занимаются. И находится, в принципе, по ценовым отметкам, он на днище. Я полагаю, что он заслуживает внимания. Потому что, действительно, это оплата криптой. Потому что, действительно, это наше будущее. Максимальная эмиссия ограничена. Монеты не будут печатать. Токен в дно не укатают. Это не токен, дорогие друзья. Это монета. То есть, это, действительно, токен. А это монета. Потому что, действительно, монета, она с ограниченной эмиссией. Собственно, действительно, я верю в данный проект. Я верю, что он сильный. И я знаю, что рано или поздно он вырвется с этого днища. И он сделает, как минимум, перехай. Если вы хотите заработать, то нужно всегда диверсифицировать, то есть купить Dash, купить биткоин, купить еще старые альты, которые тоже с ограниченной эмиссией, такой как Litecoin, такой как Zcash. И в принципе, дорогие друзья, вы за счет этого заработаете в будущем, потому что действительно в будущем понадобятся те альткоины, которые действительно что-то делают в этот мир, приносят какую-то пользу. Да, я не сомневаюсь, что Terra приносила пользу, это действительно был сильный проект, это действительно был сильный блокчейн, но тем не менее, они просто-напросто сами уничтожили данный проект и просто собрали с людей деньги. Поэтому нужно брать надежные проекты, такие как биткоин, такие как Dash, такие как Zcash, ну и разумеется, другие старые альткоины, которые тоже себя еще не показали в этом цикле, но они обязательно покажут себя. Я рассказывал в прошлых видеороликах, когда я жду памп от данных альткоинов, если вы хотите, я напомню в следующем видеоролике про данный памп, когда я его жду и разумеется, какие иксы я жду от каких монет, дорогие друзья. Собственно, сегодня, я думаю, пора заканчивать, подписывайтесь на канал, если не подписаны, ставьте лайк, если не поставили, также вступайте к нам в Telegram, потому что там все самое бычее и интересное. На сегодня у меня все, всем спасибо, всем пока, друзья!